Просто боимся работу потерять. А жизнь вы не боитесь потерять и здоровье? Да тут гадалки не ходи, доверяй своему нюху. Противно нюхать, значит вредно. Чтоб ты сам на себя взял ответственность за то, что ты сам себе намажешь токсином свои руки. Прими порцию яда и иди спокойно дальше. Сегодня вот узнаю, что на организацию письмо на меня поступило. Ну, во-первых, вступать никуда не надо, а то это может попасть под статью 282.1 Организация экстремистского сообщества. Кто тебе мешает действовать самостоятельно? Якобы коронакризис. Идут смерти непонятные. Но почему 90% именно из ближнего зарубежья? Дышать невозможно, говорит, задыхаясь здесь сижу. Говорит, мне плохо. Я говорю, так сними. Он говорит, не могу, заставляю. Они дорожат своей работой больше, чем своей жизни. Сейчас волна добирается до тех, кто хоть как-то умеет сопротивляться. Они в сторону морга не пошли. А пошли те, кто не умеет сопротивляться. Переутрируй все, чтоб до тебя дошло. А баланс между этими сторонами ты должен сам найти. Вот ими кормить детей, чтобы они сразу померли. Вот так выходит. А где деньги взять? Иди на работу и носи маску и убивай себя сам. А надо учиться взаимодействовать. Народ соображает, что происходит. Но до них нужно донести информацию. А как донести? Через видео. Открывайте свои ютуб-каналы. Открывайте свои страницы в социальных сетях. Во всех. Вещайте. Ну 10 минут потратьте своего времени. Я за вас все сделаю. Смонтирую и опубликую. Я в последние 3 года своей жизни тружусь во всеобщей благе. Для вас же стараюсь. Будь самостоятельным. Давайте друг другу помогать. Выживать в этой ситуации. Буквально выживать. Решение ты принимаешь сам. Что делать и как делать. По делу я озвучил, что можно сделать. Потому что чем больше вы скрываетесь, тем больше они наглеются. Субтитры делал DimaTorzok У вас как? Время есть разговаривать? Ну так. Не очень. Что-то срочно? Или вопросы? Да как бы, блин, вопрос такой встал. По нефтегазу, по сургутнефтегазу. Достали уже с этими антисептиками. Как бы я вот ваше видео видел, как вы на них сходили. Сам как бы проверил, убедился. Везде смотрю, действительно везде этот полимер содержится. А ты залез в интернет, убедился, что он опасен для жизни? Не является тактичным? Да, да. Википедии все посмотрел. Вот. Этим медикам говоришь, они, да, мы все знаем. И про маски, что там все это, углекислый газ там, и что люди страдают, и что там... Ну что, углекислый газ, это ладно, он с диоксидом титана маски заставляет носить. Ну да, да, я тоже смотрел. Ну как бы там таких нету. Но вот эти даже, которые медицинские, они дают от них тоже запах какой-то, вот как от китайской пластмассы. Тоже они какие-то, не знаю, проверять надо. Никакие сертификаты ничего вообще не предоставляют, не дают вообще. Да тут гадалки не ходи, доверяй своему нюху. Противно нюхать, значит вредно. Да. И вот я вот сейчас только до обеда был на УТТ-3, на ПТФ, там на рационализаторов, они вот подряд идут, эти организации. И все не пускают. Я говорю, я не буду этим, говорю, антисептиком брызгать. Она все тогда не пустим, все, охрана встала, не пускает. Мне как бы там документы надо подписывать. Мы обслуживаем по охранно-пожарной сигнализации, по видеонаблюдению. И тупо все не пускают. Я им объясняю, она, да, мы все знаем. Вот начальство там. Я говорю, давайте кто там, говорю, позовите, пообщаемся. Почему я должен как бы по его там прихоти травиться? Они, нет, это ты там откуда-то свыше, вы там ничего не докажете. Мы, говорит, сами все тут просто боимся работу потерять. Хотя сами все знают. А жизнь вы не боитесь потерять и здоровье? Так я, ну, я говорю, вы что, выбрали смерть, получается? У меня, говорю, вот, ладно, да, вот, ну, дети надо как бы кормить. Я тоже тут уже перед выбором просто, ну, выполнить работу, блин, или стоять, ругаться как бы. Вот, я говорю, как, давайте, говорю, блин, перчатки одену. Нет, вот хоть и перчатки все равно надо брызгать. Я говорю, так и смысл там дышать именно вот, что нельзя этим. Они вот и все, короче, никак. Ты не понял, ты не понял, у них задача стоит не такая, чтобы типа тебя обеззаразить, а задача стоит, чтобы ты вот этот полимер, вот этот полимер сам... Вот именно, что я понял, да. Сам, добровольно, без всяких оснований, без документов, без письменных приказов, без возложения ответственности на кого-то, чтобы ты сам на себя взял ответственность за то, что ты сам себе намажешь токсином свои руки. Да. Вот, прими порцию яда и иди спокойно дальше. Да, да, да. На ПТФ вот в пятницу по поводу маски тоже там было. Ну, как бы, я тоже сейчас как сторонняя организация, должностное лицо, и меня, как бы, мои работодатели должны обеспечить СИЗом. Вот. Ну, прохожу, говорю, меня обеспечили, ну, у меня, как бы, уже, говорю, не свежая она. Ну, и в машине осталась машина, как бы, поехала через шлагбаум, а я зашел, мне там надо было журнал заполнить еще. Говорю, обеспечьте, пожалуйста, если есть. Она достает мне какую-то, вообще, уже растянутую, такую, как будто ее кто-то одевал, помятая такая вся. Я говорю, не, говорю, извините, такое не буду. Если вы, говорю, руководствуетесь документами, то будьте, говорю, добры уже, как положено, как там написано, обеспечить. Пусть, говорю, хотя бы будет упаковано с каким-то сертификатом, а то, что это вы мне даете. Там побежала, там, ТДшника какого-то позвала, ну, точно не знаю, кто он. Там давай разборки наводите. И сегодня вот узнаю, что на организацию письмо на меня поступило, там, с какими-то претензиями. Ну, у нас, как бы, там, получается, сторонняя организация, и Сургутнефтегаз подписали, там, какой-то договор, который я просил, сколько раз почитать, мне так его и не дают. Вот, что мы там должны, обязаны их требования выполнять. Вот, иначе, как бы, не допустят на объект. Я говорю, извини, говорю, я ни с чем не ознакомлен, ничего не читал, ничего не подписывал, говорю. Не, подожди, тебе что, какую-то дисциплинарку влепили или что? Вот, ждем. Я к динамкам заходил сегодня в контору, спрашивал, а что за письмо? Они говорят, пока что позвонили, но должны выслать. Сейчас, говорит, будем читать, и тогда уже думать, что с этим делать. Ну, во-первых, тебя должны ознакомить с ним, раз там, раз там присутствуют какие-то персональные данные твои, любые, твои персоны, то тебя должны ознакомить с данным документом, в любом случае. Ну, да, это понятно. Больше, как бы, вот, хотелось поговорить как-то, блин, как вот с этим антисептиком бороться. Может, блин, какой-то фильм заснять или еще что сделать наподобие как с Грессом. Я вообще бы, как бы, блин, вступил бы куда-нибудь в каких-нибудь активистов, блин, если есть там кто-таки, блин, потому что желание огромное бороться с этим. Ну, во-первых, вступать никуда не надо, а то это может попасть под статью 282.1 «Организация экстремистского сообщества». Ну, ну, есть такое. Ну, вообще, как бы, блин, тоже, как бы, практикой хотелось бы заниматься и больше изучать. Я просто, как бы, сильно так не подходит. Ну, так как кто тебе мешает действовать самостоятельно? Да-ка, что они все вон, куда не зайдешь, вот сегодня к работодателю зашел, говорю, блин, что делать, давайте, говорю, напишем какое-то письмо, сделаем там выписки с Википедией, блин, что почему вот работники там наши должны травиться, блин. Они, блин, ничего не делай, дома сиди, увольняйся. Вот, или так, или так, короче, вот просто ты перед выбором, вот, говорю даже этим же медикам. Знаешь, я вот тебе скажу сейчас такую вещь, я еще никому ее не говорил. Когда я пять месяцев назад хоронил отца, это было в июле, начало июля, конец июня, начало июля, я крутился вокруг вот этого морга, там этих ритуальных агентств и так далее. Так вот, там был ажиотаж в морге. Там была, там вся стоянка была забита просто машинами, очень много народу было. Человек 100, 200 постоянно там это на улице стояло. И судя по внешнему виду, это все были, скажем так, люди с ближнего зарубежья. Вот, я не мог понять, почему, ну, понятно, что этот, якобы коронакризис, ну, идут смерти. У меня непонятные. Но почему 90% именно из ближнего зарубежья? Я вот все не мог понять. Я искал это, вообще смотрел и не мог найти. А где же русские? Где славяне? А вот буквально недели две назад до меня дошло. Потому что я вот зашел в магазин, там сидит тоже вот, не знаю, кто он, азербайджанец или дагестанец, мужчина сидит в маске. И у него прям такой жалкий вид, он прям, видно, что он замученный до предела. И что-то мы из-за маски с ним заговорили, и он говорит, дышать невозможно, задыхаясь здесь сижу, говорит, мне плохо. Я говорю, так сними. Он говорит, не могу, заставляют. Ну, либо работа лишится. Я тебе не про это говорю. Я тебе говорю про то, что, почему 90% из них вот в первую очередь пошли. Потому что они, как тебе сказать, они дорожат своей работой больше, чем своей жизнью. Я такой вывод сделал. Поэтому они первые пошли. Сейчас волна добирается до тех, кто хоть как-то умеет сопротивляться. То есть вот тогда, полгода назад, те, кто сказал, нет, не надену, нет, не буду использовать, они в сторону морга не пошли. А пошли те, кто не умеет сопротивляться. Кто даже слова сказать не может. Да, я вон каждый день там с ними, пытаясь что-то там доказываем, там разбираюсь постоянно. Ну, насколько могу. Потому что тоже как бы надо заполнять работу. Некоторые конторы, вон, на Кирбая, там серьезные вот эти уже осу нефть. У них там как стратегические объекты. Там вообще с ними не поспоришь. Тупо или, или там, или идешь, или выходи. И все, там даже некому, нечего доказывать. Я уже просто вот куда захожу, там охране, там кто на входе, кто требует. Показываю вот эту всю информацию. То, что, что сам знаю по полимерам, по маскам, там, о него ничего себе. Вот сегодня только там был в шоке, там, я говорю. Так вот, смотрите, говорю, какие симптомы. Один в один те же самые, что и на ковид. То же самое удушение, то же самое затруднение дыхания. Говорю, так вот от чего люди, так говорю, помирают. Ну и то, что своим углекислым газом дышат. Те сидят, а что делать? Сами как бы все, мы больше не оденем. И вот, короче, перед выбором получается действительно вот только увольняться. И думать эти чем-то там заработать, как детей прокормили. Потому что против системы тоже вот частные организации, против Сургутнефтегаза, кто обслуживает, тоже не пойдут. Потому что они там все угодить пытаются, чтобы лишь бы остаться как бы при обслуживании. Мало того, что тендеровая система, вот это каждую осень вот недавно была торги. Ясно, ясно. Смотри, есть несколько путей. Я тебя сейчас переутрирую и все, чтобы до тебя дошло, где найти баланс. Я тебе и, как сказать, и одну, и другую сторону покажу весов, а баланс между этими сторонами ты должен сам найти. Значит, утрирую в худшую сторону. Ну, короче, увольняешься, никто тебя больше не будет заставлять. Но это не факт, что ты не сможешь там в магазин зайти и купить себе еду. Это все равно будет. Так что увольнение – это не выход. Чем кормить детей, когда уволишься? Да вон эти антисептики и маски, которые безоплатно выдают, салфетки так называемые. Вот ими кормить детей, чтобы они сразу померли. Вот так выходит. Потому что это безоплатно выдают. А за все остальное – плати. А где деньги взять? Иди на работу, носи маску и убивай себя сам. О, видишь, какая вилка нарисовалась? Бороться охота с этим. Не надо бороться. Уходить, убегать от этого. Не надо бороться. Бороться какая-то в борьбе. А в борьбе всегда есть пострадавший, поверженный. Смысл бороться, если не будет пострадавших и поверженных. Обязательно должен быть выигрыш и поверженный. Это вот и есть борьба. А надо учиться взаимодействовать. В учебе нету проигравших. Если есть это… Только все приобретают опыт. Это понятно. Но вот как в такой ситуации, если ты на КПП и тебя не пропускают, а нужно пойти сделать. Пойти. Ну что ты, первый год работаешь, что ли? У тебя есть начальник, докладываешь начальнику, пускай он принимает решение. А те там говорят, что вот, Юра, не создавай проблемы, сделай как просят, иди, сделай. Получается, я проблемы в итоге, а не они. Подожди, у тебя, ты что, я тебе поясняю, как действовать, как работнику. У тебя возникла проблема, которую ты решить не можешь. У тебя есть выбор, либо за счет своего здоровья решить проблему, либо отказаться от выполнения работы, то есть не выполнить задания начальника. Что делать в таких ситуациях? Докладывается начальнику, что у меня возникла такая проблема, я не хочу терять свое здоровье. Ну это да, я вот сейчас хочу позвонить директору. Тоже вопрос поднять, она у нас в Москву улетела. Я же пояснял в своих видео предыдущих, что когда мне полицейские начинаются жаловаться на свою работу или кто-либо, я говорю, а что ты мне жалуешься? Ты либо иди к начальнику своему жалуешься, непосредственно, не прыгай через голову, не надо к директору сразу. Сначала к начальнику, потом к начальнику начальника, потом к его начальнику. И так постепенно по субординации до директора. По аналогии вот с этим Грессом же, можно же тоже так же это на всеобщее обозрение поднять, потому что кому не говоришь там про вот этот антисептик, что там содержится, все в первый раз, никто не читает, никто не заморачивается, брызгает, да и все. Так ты меня не услышишь, я тебе еще раз вопрос задаю. Кто тебе мешает вынести это все на общее обозрение? То есть самому как бы это все сделать? А я как делаю? У меня что, тут целая команда, что ли, видеооператоров там, монтажеров, этих всяких, этих, ЦММ, всяких менеджеров, которые по соцсетям все раскидывают? Ты что, меня видел где-то в штат сотрудников, что ли, или что? Нет, ты как бы свою помощь предлагаю. Я вообще как бы не знаю там, что у вас. Поэтому как бы самому интересно. Я все делаю сам. Просто может, если что-то для этого нужно. Ну что тебе, вот ты мне ответь на вопрос, что тебе для этого нужно? У тебя что, нету телефона? Ты не знаешь, как пользоваться социальными сетями? Ты не знаешь, как переслать видео мне? Ну, у вас есть то, что нет у меня. Уважаемый как бы канал на Ютубе, и людей много смотрят. Так он же не появился сразу. Я его создал и раскручивал. Этим тоже надо заниматься. Так вот именно время сколько нужно. Ты какая? Ну ты что хочешь? Да ну, можно это, как тебе сказать? Опустить руки и сказать, о, это только через два года у меня канал раскрутится, поэтому я ничего делать не буду. Буду помирать. Если успею за эти два года, это... Не, ну я просто как предлагаю. Если что-то где-то заснять, видео вам перекинуть, я это как бы могу сделать. А вот чтобы смонтировать фильм, грамотно сделать, то у меня опыта такого нет. Поэтому как бы вот если вместе как-то сообща с целями, с общими такими, чтобы до людей донести, чтобы больше жизни сохранить, да и вообще как-то может избавиться от этого антисептика, может тоже получится, примут какие-то меры, чтобы уйти от этого. Больше людей узнал об этом. Вот после моего видео про эти маски диоксида титана, мне пришла информация, что на Грессе убрали эти маски и вообще там многие перестали носить эти маски. И даже сами начальники это начали, ну они как бы носят маски, но носят на подбородке. То есть народ соображает, что происходит, но до них нужно донести информацию. А как донести? Через видео. Вот таким же опытом, да, видео я же вообще не знаю. Так я народу уже три года говорю, открывайте свои ютуб-каналы, открывайте свои страницы в социальных сетях, во всех. Вещайте, присылайте, если нету на это время, хотя бы телефон достаньте, снимите видео, 10 минут видео заснять на телефон, неужели вы этого не умеете? Сфотографируйте, подожди. Я все доношел всю информацию. Подожди. Заснимите видео хотя бы 10 минут, сфотографируйте, пришлите мне хотя бы. Ну 10 минут потратьте своего времени. Я за вас все сделаю, смонтирую и опубликую. Без проблем, все. Я же и спрашиваю, как бы вариант, не вариант так сделать. Да, конечно, вариант. Подпособствуете, как бы поможете в конечном итоге? Конечно, я только этим и занимаюсь уже три года. Ну все, отлично тогда. Я вообще, можно сказать, забыл про свою личную жизнь. Вообще про свою жизнь забыл. Я сейчас, я последние три года своей жизни тружусь во всеобщее благо. Для вас же стараюсь. Ну вообще бы как бы с удовольствием познакомился, помогал бы где-бы, что надо, что могу, что от меня требуется. Насколько это возможно. Да от тебя ничего не требуется. Ты сам от себя требуй. Будь самостоятельен. Понятно. Не надо искать какого-то спасителя. Давайте вместе с этого, как говорится, сотрудничать. Где-то я что-то умею, где-то вы что-то умеете. Давайте друг другу помогать, выживать в этой ситуации. Буквально выживать. Взаимно, взаимно. То и говорю то же самое. Ну, говорить одно дело, а другое дело делать. Потому что я об этом говорю три года, а у меня за все время ну максимум 10 роликов прислали. Ну вот тогда от меня требуется ролик, да? От тебя ничего не требуется. Я тебе еще раз говорю. Решение ты принимаешь сам. Чего делать и как делать. Ну это понятно. Ну вот так, если чисто по делу. По делу я озвучил. Что можно сделать? Ну все тогда. Что-то появится. Я тогда наберу, позвоню. Да, бро. А, подожди. Можно я наш с тобой разговор размещу для всех? Да нет, не против. Не против? А там у тебя имя звучит, это сургульнефтегаз, вот это все, вот это все можно оставить? Да, я думаю, можно. Добро. Потому что чем больше вы скрываетесь, тем больше они наглеют. И на самом деле я вот ничего не скрываю. У меня вся информация в открытый доступ сразу идет. Естественно, с разрешения. Те же самые цели преследую. Добро. Договорились. Давай, звони. А так, познакомиться. Не желаешь с соседом? Так желаю, конечно. Ну как сейчас знакомиться? Где? Кафешки все закрыты. Да так увидимся. Может, в гости зайду. Не, ну я не знакомых людей не приглашаю. Или сам уйдешь на улицу что-то пообщаемся. И это в ВКонтакте есть? Ну, у меня там он сильно не развита страничка. Ну, у нас просто только чат. Есть, есть. У нас там есть чат, Сургут, взаимопомощь. Мы там общаемся. Ну, я вот вступил в группу, которая, Сургут надзора, наш, по-моему, так и есть, ВКонтакте. Страничка. Страничка. Там как бы нету такого, друзья, там есть просто вступитель. Ты там как бы видимо новое появляется. Подожди. Ты там справа внизу найди администраторы. Там есть Антон Булгаков. Вот ему напиши. Что написать? Да любое сообщение. Привет. Я тебе добавлю в чат, Сургут, взаимопомощь. Все, все понял. Хорошо. Все, давай. Все, счастливо. Рад был познакомиться. Взаимно. Благодарство. Счастливо. Все. Счастливо. Благодарство. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok